доброе утро всем здравствуйте особенно всем здравствуйте кто меня ждал и тема сегодняшнего урока который я вам проведу это 3d french мы запишем основные технике тезисы и если у вас по этой конкретной техникой есть вопросы приветики будем с вами разбирать я уже показывал этот мастер-класс и вы должны четко понимать что во первых я не претендую на авторство второе то что каждый преподаватель делает это по-своему есть люди которые преподают это за деньги и отличаться эта техника естественно может моя имя виду систему который я буду работать еще дописать вам что-то она может отличаться от того что делает что делают другие преподаватели это абсолютно нормально я вам расскажу свое видение свои принципы с которыми я успела столкнуться что я заметила как работать легче ну и все такое то есть я думаю что если вы услышите меня воспользуетесь может быть как преобразуете будет расчудесненько доброе утро начнем с того что во первых для того чтобы сформировать такую историю как 3d french нужно понимать что это френч то есть это будет обязательно у нас какая-то форма ногтей оформить ногтей тоже поговорим вот какая-то форма ногтей и обязательно должно быть удлинение ногтевого ложа доброе доброе утро а юлечка привет вот то есть у нас должно быть ногтевого ложа то есть на весь ноготь это смотрится но честно говоря странновато и не очень-то и красиво и тоже потом скажу почему то есть мы делаем всевозможные дизайны и вот в этой вот нижней части есть два пути мы попробуем и то и то можно делать какие-то симметричные истории до когда мы делаем ну не знаю какой-то элемент и каждый элемент с каждой стороны ну стараемся там не знаю повторить да и получается симметричная некая история либо же это может быть дверь от нее закрыла отмусь она такая сегодня болтливая очень вот либо же это может быть какая-то история ну с абсолютной асимметрией да и тоже это будет смотреться интересно до симметрию ждем асимметрию по форме ногтей смотрите девочки эта техника нужно запомнить что в этой технике эта техника на все привет будет орать и от нее закрыл извините эта техника хороша от светлых светлые тона светлые пастели напишу пастели вот давно много было запрос поэтому я вот как раз решила сделать светлые пастели значит то есть мы не делаем не делать темные почему потому что вот давайте разберем элементарные вещи вот у меня сейчас светлый лист бумаги и если я возьму какой-то другой светлый лист бумаги и положу его чуть сверху посмотрите что у меня получилось вот сюда падает свет вот здесь вот у нас идет большая такая тень от этого светлого кусочка и получается очень темный такой кусочек то есть мы сейчас вы видите в плоскости в данном моменте да вот и мы видим хороший контраст если вы сделаете этот светлый а этот темный цвет да то к сожалению это все будет в плоскости будет сливаться то есть на темном вот я сейчас давайте положу что-нибудь темное чтобы вы как сложный вот в этом плане я не подготовился не видите приходит что-то в голову процессе ну ладно давайте вот так вот пусть у нас будет вот темная я положила в лип понятное дело не обращаем внимание то есть я положила светлая на темное и вот здесь вы видите в эту тень не видите вы видите просто то что это сливается вот это есть некий такой за это минус при работе с темными оттенками поэтому если вы хотите поработать с темными оттенками то вам придется делать ну тоже то можем попробовать то то вам придется вот эти вот подбивки прожилки делать светлыми цветами это могут быть просто светлые могут быть какие-то пастельные неоновые ну то есть что-то яркое что будет визуально давать прожилки потому что если просто темный но это тупо сольется все воедино и всей вашей чудо работы видно абсолютно не будет вот я буду делать на типсах сначала хотела все потому что что типсы поэтому у меня вот есть вот такие вот типсики следующий момент если мы работаем светлым то светлые оттенки не подразумевают форм с боковыми стенками которые параллельны друг другу это все квадрата подобные формы да то есть если у нас что-то имеет параллельные вот такие боковые стенки привет лёшечка моя золотая неважно это будет квадрата и чести лет вернее тупо и куда то есть все что имеет вот эти вот боковые стенки неважно какой там кончик а вот то светлый цвет это все визуально расширит поэтому девочки вас очень прошу если мы работаем в форме квадрат да и будем делать ну понятное дело вот это вот удлинение ногтевого ложа там квадратный не квадрата длинный не длинный сейчас ними значение но без длины здесь как бы понимаете да делать нечего то есть в маленьких ноготу лечках это некрасиво то есть нужно хоть какая-то длина вот и вот здесь мы не можем сделать совсем светлые оттенки как бы теоретически можем но имейте ввиду что лучше сделать тогда небольшое заужение если есть небольшое заужение то уже хочется и вот эту часть сделать тоже такую чуть-чуть ну как бы кругловато ну понимаете я надеюсь то есть эстетически уже хочется все равно за уже не я в светлых оттенках всем привет очень рада видите моих учениц и новые лица очень 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 так вот еще раз мы если делаем свет светлые то делаем форму на заужение форма на заужение обязательно там помечайте себе записывайте если вам актуально интересна эта тема потому что я не на эфир сохранится или нет я постараюсь все потом на youtube залить и так мы разобрались еще раз что чтобы было хорошо видно 3d мы используем светлые пастели они могут идти в градиенте или в одной тональности я буду сегодня так вот делаете да ну хотя у нас немного типс я могу с вами долго сидеть и главное в два часа так что так ну что девочки пока понятно скажите мне пожалуйста помаякуйте каким-то чудным образом что вам все ясно и понятно что мы делаем да и попробуем разные варианты с вами поиграться вы должны понять что эта техника она не сама по себе не сложная сама техника 3d сложна она в том что скорее всего мастера очень часто проблемы с другими вещами а это постановка формы высота борта и техника пила но это не касается нашего сегодняшнего урока так что честно вам скажу что такие вещи они конечно же проходятся на живых курсах и на сегодняшний день девочки которые были у меня на курсах будут очень хорошо все очень очень хорошо понимать но кто не был как бы сорян что говорится но я думаю надеюсь вы когда-нибудь до меня дойдете я вас научу всем этим супер фишкам у меня здесь чуть-чуть уже заканчивается полигели я использую от компании на или к у меня есть мультигели от компании имени вот такими еще самочины но тем не менее рабочие лошадки все честно по качеству они очень близки субулистские схожие мне они очень нравятся и я буду использовать именно их а кстати что еще вот сюда мы напишем вот сюда мы напишем еще мы можем приписывать по ходу дела до но тем не менее пока вот сейчас сразу вспоминаю так как это у меня не не курс скажем так а урок и структура рождается вот по ходу дела до будем с вами все записывать и так что мы здесь делаем в идеале поле гель поле гель если у вас нет поле гель или вы хотите другими материалами работать то вы должны сделать этот материал непрозрачным то есть у нас поле гель имеет такую вот морозную структуру сложно сказать но под рукой у него такая вот банка попалась у вас у всех она есть да вот короче вы поймете меня сейчас то есть вот у нас вроде бы пластик но вы понимаете что он мутный да то есть что он у нас как бы просвечивается но он мутный вот нам нужна такая структура материала если у вас кристально прозрачный материал вы сможете акрилом нет я не акрилами поле гелем обещал можно и акрилом у меня сейчас есть ли акрил такой под рукой на нет просто дома сейчас приветики так вот что вы должны сделать поле гель уже готовы в этом плане продукты он все равно то есть нет еще таких поле гели которые супер прозрачные и супер кристальные да поэтому любой поле гель дает вот эту вот небольшую мутность нам она как раз нужна если у вас акрил или гель и он вот такой вот немножечко ну или супер кристальный то мы его должны искусственно замутнить если это линейка в акриловая до юбилей by dance легенд вы можете взять продукт организоваться на вечер им работать на вечер он как раз мутноватый и прекрасно будет работать если это гель то можно взять кольер жиле чуть-чуть добавить туда капельку белого или какого-то розоватого но чтобы вот еще немножечко замутнить да да все правильно говорите но я про сейчас буду работать поле гель меня тут под рукой они ну а там как пойдет девчонки мы с вами должны начать другом скорее станет скучно неинтересно и вы не захотите больше со мной тем говорить и так следующий момент также в идеале если мы будем использовать топ какой-то не про не кристальный топ а сатин например то я буду сатин использовать то есть сатин или матовый или ну то есть все что у нас бархатистая то есть мы не не то что нежелательно но в идеале топ сатин я напишу то есть тот который бархатистый он даст нам лучший вот этот вот 3d эффект мы сейчас говорим именно о 3d эффекте да так я сейчас начну то есть возьму пока что баночку налью туда жидкость у меня сейчас sleep solution компания джели шуту мне надо взять на или кроме наконец что этот быстро испаряется продукт кисти для этих продуктов я использую только натуральные продолжают из тестовой кистью работаете вот остренькой мне очень нравится да натуральные кисти именно для этой полигели полигели которые у нас бывают всевозможные жесткие зернистые дата их зачастую девочки используют именно с синтетическими кистями то что они такие дубовые да вот ну как бы я не люблю такие полигели поэтому я с ними в общем-то и не работаю так ну что давай выходи 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 если обычно нет сатина девочки делайте что хотите я сказала что сейчас что не делай как хочешь или делать только к материалам я вам говорю в идеале нет сатина ну делай без сатина господи какие проблемы делай тем материалам которые у тебя есть я сейчас моя задача давать технику да мне надо выложить ногтевое ложе я конечно же сейчас не буду там как-то вам рассказывать про это все потому что про это я уже много раз говорила сейчас я просто сделаю ну так чтобы было прилично всем формирую линию улыбочки глажу очень часто девчонки не понимают высоту борта и к сожалению в итоге делают какие-то супер горы и вот эти вот структуры 3d шности тоже валят какие-то супер горы а потом пилят 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 бесконечно да то есть я этого не делаю изначально с орган зоны тоже можно сделать безусловно это пожалуйста без проблем без проблем у меня здесь есть как раз такой продукт вот ну давайте один сделала дальше там как пойдет у нас все тестирую лампу аккумулятор на случай отключения света здравствуйте ну здравствуйте тем временем пока у меня сейчас идет там полимеризация я на палитру буду выкладывать цветнички которые буду использовать можно это все делать журдей но мы тоже то все сделаем но я сейчас по выкладываю цветники из новой коллекции от лира вот охота мне все-таки с ними поиграться по капелюшки дам 9 то есть это все пастельная очень очень такое нежняя 64 желтенький хочу хочу такой вот сделать парень чик конфетный какой-то здрасте еще раз девочки если вас прям по этим именно по 3d french будут вопросы да то смотрит записи вы можете тоже мне написать в директ в инстаграме азарва . studio ну как же будем сидел разбирать все это дело у меня просохла в принципе я могу подпилить и вот этот бортик то есть чтобы было максимально четенько я могу подпилить сейчас именно френчик снимаю липкий слой на этом поле гели он есть и совсем немножко мне здесь прям много не надо лить да очень красивые цвета в принципе именно где улыбка я вам рекомендую слегка слегка подпиливать все таки это чистота и четкость и теперь смотрите что я буду делать то есть я ничуть там не буду супер как-то отрисовывать я сейчас беру кисть power мне понадобится я очень-то и подготовилась и color что-то не вижу своем арсенале сейчас секунду дашь курсы в екатеринбурге с нетерпением екатеринбург я приеду в мае месяце поэтому обязательно дождитесь возможно вы уже даже и записались я надеюсь я сейчас возьму кисточку кауртана чуть-чуть блестючках и промою ее в праймере старенький у меня тут праймерок вот чтобы она мне стала мягенькая опять хорошенькая вот эти вымываются цвет кисть опять у нас прекрасно себя чувствует ну это видимо сразу там не промыла что-то также можно в жидкости от полигеля промывать но это тоже вот такие лайфхаки хорошо и что я делаю у меня не новогодние ногти от эти карантинные ногти отрастает незаметно все блестит яренько весело вот не хотел сделать очень крутые ногти в себе перед нижним а пока так как конгресс отменился пока вот как там с очкой гелем бога можно делать делать праймер без кислотным ну и выбираю какой цвет у меня будет 1 да вот из всего из этого дела они достаточно там светленькие пустыльные и смотрите можно выбрать самый светлый цвет можно самые темные как хотите и теперь я крашу сам бортик можно делать и гель красками но если работаете с полигелем можно выбирать все таки гель лайки потому что они имеют липкость и теперь я вот это вот всю историю тоже крашу всю вот эту историю краж то есть рисовать каждый раз по кусочку это слишком ну как бы муторная геморройная так считаю то есть мне проще вот так вот накрасить и все все и вытираю кистюльку далее мне понадобится прозрачный продукт и выдавливаю капельку здесь нужно делать следующим образом можно сразу выдавить себе какую-то колбаску и отщипывать от нее кусочки да почему потому что каждый раз вот так вот на каждый кусочек выдавливать это ну то маленький кусочек это долго да да вот видите кто-то помню даже поэтому я сейчас себе вот так вот прям на палитру выдавила вот так колбаску полигеля закончится еще выдавлю и все и мне вот это вот дело будет помогать работать я чистая кисть должна этот чистый шпатель должен быть я отрезаю кусочек мне не надо перебарщивать перебарщивать сразу буду стараться делать на готовность выкладывать именно свой вот этот вот получившийся кусочек девочки я вас очень прошу вы там помечаете себе записывайте может быть для кого-то это вот такая очень полезная информация и смотрите если я хочу сделать какую-то работу ну креативную скажем так до практика уберу чтобы не фокусировались сейчас кисть вытру что-то испачкалась вот креативную какую-то работу мы должны следить не только за высотой готовой работы да мы должны следить за вот этими вот нашими бортиками то есть вот эти сами бортики нам будут и давать как раз ту самую четкости и все такое поэтому они не могут быть совсем какие-то маленькие или еще что то то есть они должны быть ну примерно высоту готовой выкладки да то есть высоту готовой выкладки даже что-то там попилить вот вот такой у меня кусочек долго его можно не сушить он просохнет там можно фиксировать 10 секунд это будет достаточно умнички кто делал кто пробовал дальше мы выбираем другой какой-то цвет да то есть можем оставить этот же цвет а можем выбрать и другой цвет то есть я вот сюда сейчас тонирую бортик видно другого цвета вот подтонировала и могу наверное здесь оставить если с фиолетовый то вот здесь вот все покрашу а здесь тоже бортик надо подтонировать то есть мы все наши вот эти вот бортики которые формируются да нам их надо обязательно красить потому что именно крашены вот эти борты в итоге то и будут давать нам хорошие вот эту вот тень надеюсь понятно это гель-лаки сейчас просто на палитр очки лежат полигель у нас вот он отдельной колбаской гель-лаки нужно просушивать полноценно мы делаем когда на всех ноготочках да там получается делать это все достаточно ну как бы конвейером если мы работаем с акрилом или с полигелем то что то что то очень быстро положила тоже сейчас капельку достыку я нет смысла валить каких-то супер гор честно вам скажу потому что это потом очень-очень долго вопили вы должны знать четко архитектуру смоделированных ногтей как она формируется эта структура высоту подбиваю сейчас что за гель-лаки очень плотно это гель-лаки от торговой марки лира они у нас тоже живу уже представлены в магазине в интернет-магазине будут совсем скоро да игорь или уже есть вот игорь сказал что будут совсем скоро вот тоже на 10 секунд понравится клиент были восторге заказывали себе отлично отлично гель-лаки вот игорь и сделал выпроску я сделал их рот загружите шарки просто не до всего доходят руки честно говоря не хватает чуть-чуть у меня вот времени у нас помимо работа есть еще такие дела личного характера который вот приходится тоже решать так ну что далее буду какой-нибудь отсюда розовый вот а благодаря тому что у нас продукта в данном случае такие ага голубой отсюда как-то что-то я с голубым не сделала ну ладно все сделаю мысль мысль маня покинула маленький кусочек где голубой сейчас сделаю чтобы остался если вы захотите делать улыбку вот такую на всех ногтях прям одинаково 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 на всех ногтях то я вам рекомендую каждую вот эту улыбку под фиксировать лампе вернее подпиливать подпиливать чтобы было четко когда 3d шность есть . где же длина ногтей вы задаете какие гениальные вопросы что прям честно говоря я думаю блин а правда где прям не знаю я оставлю этот вопрос открытым может быть вы на него ответите так тоже подсушиваю гель лаки 30 секунд сушу полигель 10 очень удобно так вот палитры брать кусочки не выдавливать каждый раз с тюбика это занимает много времени одно дело когда ты делаешь один ноготь наверное потеряла ну да можно сейчас конечно прям постеваться на эту темно и не буду буду прилично себя вести вот сейчас закрою вот этот кусочек так и у меня там пузырик возник вот мне его надо теперь расколырять то есть у нас получится такой очень ассиметричный продукт в итоге ну вот посмотрим нам же важно как где я постевала за тебя а все получать каждый раз борт подложка прокрашенном можете не новым можете тем же я смачиваю специальной жидкости вы можете смачивать в чем угодно для вашего продукта я смачиваю в продукте это сейчас от хармони а так люблю очень от наилика там очень редко приходится смачивать он такой маслянистый продукт желтенького еще хочется то есть прошлый раз когда я показывала работу да она была у нас сделана из одного оттенка то есть мы брали один оттенок ну какой нибудь там коровая да и вели его на разбиление а тем самым получаю такой градиент лаке очень плотный выбирать с утра же не получится получится но это и будет не такой не 3d эффект я на курсы записалась тут а по эфир ну что иди на курсы почему нет на курсах может быть совсем другая техника девочки я вам покажу тоже как вот я вижу какие-то дизайны еще что то потому что это мы сейчас продолжим это делать но я буду делать дальше уже попроще какие-то моменты но в плане того что не буду много там всего всего но внутрь что-то там положу сейчас сейчас все будет не переживайте так и может быть на курсах по-другому покажет может быть это будет совсем ну что-то что-то другое что-то интересное я еще раз говорю вот вы ходите на курсы маникюра каждый из вас был на курсах маникюра тысячи миллионов раз и каждый преподаватель ведет по-своему правильно всего-то там смысл кутикулу поднять отделить и отделить поднять и отрезать да по большому счету вот как бы тебе весь смысл маникюра но каждый преподаватель учит это все по-своему мастер-классов огромное количество тоже ну то есть это не стоит пренебрегать обучением ничего ни с чем не мешали девочки или лайки у меня сейчас компании лиро шоп вот лиро в живом магазине уже они появились в онлайне тоже скоро будут у меня вот они тоже очень красивые это такая новая коллекция блёсточная безумная плотнота блестенцов но у нас тема эфира не не это итак я закончила вот это вот все выкладывать эти никаких там объемов и по горбов нет я это убираю в сторону чтобы сильно не полимеризовалась ничего не светилось то и сейчас снимаю липкий слой и мне нужно сделать опил всего этого добра но как вы понимаете здесь опил естественно минимальный поэтому я сейчас так минимальная и в общем-то попилю типс это типс но опять же девчонки если делать это все на типсах да и сделать целую такую вот палитру у себя да как некоторые лет у меня клиенты не просят но они не попросят сейчас время наступило такое что клиента нужно радовать и удивлять знаете вот клиента нужно вот как-то удержать удивить сделать так чтобы клиент вернулся и все такое быть лучшим в своем деле так я тут как я стала сильно очень не буду там все это дело опиливать мне нужно вам показать у нас не попил как бы мастер-класс да все-таки выкладки дизайна и сейчас мы увидим как раз что мы выкладывали что у нас там получилось или не получилось и какой у нас эффект так и я сейчас вижу что у меня вот эти вот прожилки вот как раз я до них пропилила да и они стали более четкие не обязательно даже там делать какие-то прорисовки то есть все вот так вот у меня и раз чудесненько так сейчас покрою этим топом топ у меня сакин дела свежачок студии и разберем моменты как это все у нас смотрится смотрится вот когда глянцево но вот я сейчас покрываю топом да он такой глянца а что что такое что такой вот ну вот так он потекло с него растите когда глянцевая теряется вся какая-то вот не знаю по мне вот какая-то красота всего этого дела если честно теряется то есть в глянце мне не очень нравится мне нравится именно вот в матовом варианте но сейчас это сделаем так и тут беру что этот нагадила опаловых страст и волшебство есть у нас все есть ну мы сейчас поиграемся дальше покажу вам еще какие вот моменты все-таки да то есть с этим вариантом у нас получается что вы понимали как то все у вас при воспринимается до морозности нет вот давайте посмотрим я сейчас покрыла матовым и чтобы вы понимали здесь еще вопросик в том под каким углом мы все это смотрим вот так вот когда у нас у нас тень есть тень падает на все это дело да и мы видим вот эту вот глубину тень появляется у нас за счет это сложно на камеру передать в живую это конечно очень все видно вот не знаю сейчас вам может быть будет вот в этой части видно вот вот от борта вот этого на желтенький у меня падает тень да от борта вот этого падает вот сюда тень и получается вот этот вот 3d шный такой эффект если бы был темный еж рассказывала этого не получилось бы вот видно да выглядит ломаным не понимаю про ломанность о чем он говорит а с той стороны он просто у нас вот такого цвета если бы хотелось сделать и внутри такое что обычно мало кого-то там заботит да что там у нас внутри получается что мы пришлось бы каждый тоже вот этот кусочек рисовать его закладывать то есть вправо влево расстрел да здесь вправо влево ну не расстрел и сейчас я покрыла и не видно что он перекрыл что он имеет толщину такое ощущение что он весь вот такой как бы ну вы поняли ладно давайте я пока этот пусть лежит я буду продолжать сейчас тогда выкладывать наше удлинение или мне проще геликом как-нибудь поработать сейчас найду чем подождите девочки может гель найду гельком камуфлирующим сейчас бортик выложим сейчас по-всякому поработаем гель единственного у нас такой липучий более грязнючий приставучий да единственное вот такой вот прям минус минус ну ничего что делать и с ним тоже надо уметь работать сразу нами выложу сюда вот побольше дело в том что у нас сейчас не моделирка больше не буду всякие там особо апексы какие-то выстраивать да 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 нежная че такое сушиться еще надо сделать наверное нежная наверно я соскучилась видать по выкладке гелем ложа так 3d french не могли бы показать но девочки часто вижу вот мы делаем его как вообще здесь оказались тут случайно мы тут планируем выходы значит по 3d french оповещаем людей вот такие опа вот случайненько ну ладно вот у нас был сейчас 3d мы сейчас и продолжаем эту тему будем продолжать ее сейчас пока делаю себе пока вот можете задавать тоже какие-то вопросики делаю пока себе ложе не трачу время поэтому работаю не очень гладко чисто все такое очень сейчас волнует как вы понимаете мы будем главное работать с свободным краем это задача у нас сейчас а если хотите проходите на 5-дневное повышение по делим моделирование там раз научу делать ложа быстро чисто противошла ладно вот у нас еще три готова как здорово что есть интернет правда я иду к неликом на 3d хорошо хорошо я еще раз повторюсь девочки что когда вы говорите я иду там на 3d куда там еще хорошо идите и учитесь и я только за то чтобы вы ходили и учились потому что возможно преподаватель будет объяснять показывать и вас учить совсем совсем по-другому понимаете привет солнечная талия как у вас там солнечно так ну теперь мне нужно подпилить это все дело сверху с ним буду опиливать девчонки я вас очень прошу если вы идете на курс не отменяйте курсы потому что помимо того что вы идете учиться 3d фрэнч у вас же там помимо 3d еще и наверное будет установка формы техника пила там еще что то есть какие-то пропорции возможно конкретные схемы будут а то есть не надо сейчас думать что если я вам показала то я вас научила нет я вам показала какие-то варианты возможно они очень сильно отличаются от того чего учит преподаватель потому что у каждого свое видение знаете у каждого свое видение у каждого свое я наоборот вам говорю о том что идите учиться и когда вы получитесь вы получите еще более детальную информацию вы сто процентов от практикуете знаете вот сейчас вас там почти 300 человек в эфире и сказать что все 300 возьмут после эфира и от практикуют этот мастер-класс ну как бы не факт лишь понимаете вот к сожалению опять же потому что тут работаешь там надеешься на то что это будет какая-то отдача и все такое вот но не факт ну хорошо может быть сейчас ходите какому-то другому преподавателю а вдруг когда-нибудь вы захотите и до меня дайте меня поучиться тоже все чудесно ну что же давайте начнем сделаем что-нибудь такое вот интересненькая не сейчас мы всех вот такая история такая история сейчас покажу какая наберу белый палитру ставлю белое наблюдал какие люди утром эффекта очень этот эффект каждый по своему делать ну естественно как и маникюр то же самое я же же как раз и сказал так я белый поставил сюда на палитра и теперь беру и и покрываю белой сделаем сон и креативный белый френч и покрываю белым борт ну и как бы тонирую все это дело вы давайте там тоже какие-нибудь если идея есть подкидывайте все потонировала белым с ушел я беру белый полигель вот white написано тот на или ком белые и буду делать им первую улыбочку приветики буду им делать первую улыбочку то есть эти белый кладу на белый непрозрачный да а именно белый я формирую вот эту вот первую улыбку честно говоря я бы такой дизайн вы же бы хотела попробовать а так как я сейчас вот эту вот первую улыбку делаю вот я ее хочу подпилить да то есть я не буду тратить время на то чтобы ее как-то выложить красиво отправляю в лампу я хочу сейчас на минуту то что белый у нас еще мусор я приготовила здесь вот у меня есть и палеточка всяких там органзы и все такое у нас с вами счету целых помимо этого еще два типса мы тут и в градиент выведем и здесь мы разными цветами поработали вот тут надо лампу только в сторону куда-нибудь двигать вот эти пастельками поработали разными так красиво и и так красиво по всякому так нет это белый поле гель на белый так мусора сделаем обязательно сделаем сделаем сейчас все будет если у нас вдруг эфир вот этот вот закончится мы обязательно пойдем в еще один на белой подложке красивые тражи сможете понятное дело все я сейчас сняла глипкость подпиливаю удочку в жизни чуть по-другому подпиливала на здесь типса могу его крутить ну условно попрет хотя конечно можно было бы там чуть чуть получше толщину под убрать ну ладно моя задача вам технику показать поэтому пофиг не идеальность тут ногтей вам доношу и так вот видите белый на белом и теперь я еще раз крашу борт белым уже белого нашего поле геля покрасила подсушу немножко и теперь я воспользуюсь например вот такими тоже налька есть вот такими бульонками я возьму бульонку попробую оттуда выудить то есть не обязательно нам использовать какие-то только мелкие бульки да я возьму три давай хотел одну сделать ну а нет гулять так гулять я возьму три и возьму какую-нибудь базу ну что у меня тут вот есть мелко базу можно гель можно поле гель пофиг и посажу на эту мелк базу еще и наши бульонки вот так просушу их творим с вами делов то в общем то возьму белую опять же или гель-краску или гель-лак вот есть гель-краска имень ложка на моделированных ногтях конечно что интересно скажет но быть можно по-разному загнуть лишь потом залипаешь да да конечно очень обязательно использовать эти одинаковые какие-то истории теперь смотрите каждая бульонка она тоже может давать крутую тень а я сейчас возьму вот так вот и покрашу их тоже сделаю белыми видите каждая буля дает тень можно и не красить можно и золотыми оставить мне вот захотелось а до теперь я этот кусок закрываю прозрачным полигелем а кончик еще сделаю раз с помощью белого только раз получить держи легкую пропорцию замешать карты камуфляж но попробуйте сами что же вы вы попробовали хоть раз девчонки зачастую спрашиваете даже не попробовав добавьте чуть-чуть харда попробуйте посмотрите устраивает вас такой формат не устраивает еще добавьте в этом еще добавьте вы же не будете на весах делать какие-то эти вы же не будете на весах делать там взвешивания да так 3 грамма этого 1 грамм это все я взяла прозрачку полигель до выкладываю аккуратненько и закрываю весь наш вот этот вот аквариум в личный у вас куча всякого мусора девчонки есть нашего ногтевого что можно положить в ногти до у каждого мастера очень много то добра прям чересчур так вот у меня улыбочка сформировалась управляем в лампу так можно положить вот ну все что угодно прям все 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 можно даже не красить сколько вешать в раму до . но это вот понимаете как это на злобу дня как сейчас все скупили туалетную бумагу ну я ржу конечно но ссоре сколько кусочков использовать по назначению знаете ну как бы весело на все тоже сниму липкость слегка подпилю вот этот кусочек тоже так не буду очень стараться и и и тоже еще раз тонирую беленьким сам вот этот борт белым тонирую даже видишь не видите под белый поле гель вот в этой части почему потому что очень ну как бы нам нужно такая четкая вот это вот линия прям супер четкая это нам дает вот эту вот по про краску ну да сейчас вот все это дело покроем и будет нам видно еще раз беленький совсем не там нужен маленький кусок много не беру так и выкладываем то есть вот мы можем такой вот тройной french разнообразить по всячески да вот тебе и свадебный вариант я честно говоря такой свадебный делала такую вот эту часть мы делали еще и сверху какую-то вот нежную акварель под цвет этого букета невесты pipe я делала такой тройной тройной улыбки все было что 500 лет назад просто супер супер так все снимаю липкий слой так опять вот это вот убираю сторонку нам еще это пригодится снимаю сейчас липкость и опиливаю сейчас здесь секунд потерпите будем делать ну как вам скажите полезно будете пробовать мне кажется тут можно поиграться вообще просто фантастически бесконечно я бы так сказала сейчас действительно у многих многие работают еще до да и мы в принципе тоже еще работаем и ну кто уже некоторые страны да европа девчонки есть возможность посидеть тейфовать дома не просто там шкафы по разбирать и на кухне порядке навести да так на что и шмотки да там книжки всякие вот здесь одну бульку пропилила в принципе это мелочь можно точечно поставить белом эту красочкой на счет всякого разного сделаем вариантов миллионы с пигментами тоже можно так ну ладно не буду больше тут сильно тратить время на опил вот пипки которые пропилили все их сейчас беленьким слегка тонирую и буду покрывать топа да всем привет вы видите как быстренько мы пока будем перезаходить пока нет есть время на все это дело надеюсь что сохранился тот эфир честно что если сохранился ну как бы печалька я нажала сохранить его не будут ничего подрисовывать подделывать где у меня тут что-то не так хотя вот я не могу у меня руки чешутся до работает вот эти вот маленькие какие-то неровности прям и прям не могу я в этом плане так люблю чтобы все было вот бы четко а тут нечетко блин эх жестянка фиксирую чуть-чуть ну вы поняли я надеюсь вот глянца он покрываешь ну блин у них нет такого вот крутого эффекта как хотелось бы хотелось бы так спасибо ну вот сейчас видно будет в принципе в матовом все-таки в тысячу раз это дело красивее следующие давайте посмотрим следующее какое мы сделаем давайте какой градиенте ком какой-нибудь ну вот видите внутри там что-то у нас лежит и сама улыбка такая вот у нас как бы светом поиграю вот куда-нибудь назад сама улыбка тень дает внутри там какие-то штуки до тень дают прикольно можно обыграть конечно по всякому все то есть вот мы уже с вами два таких товарища сделали давайте какой-нибудь следующий значит что мы делаем мне нравится когда ну вот видите тут улыбку особо не перед там она может быть чуть-чуть такая говняная но не важно мне нравится когда идет от более темного к более светлому я сейчас беру оттеночек один у кораллы такой в данном случае давайте каким-нибудь вот светленьким розовеньким рядом вот ставлю его и начну потихонечку его разбирать то есть мы с вами в самом начале проговорили о том что изначально цвет не должен быть таким супер супер темным то есть он изначально уже должен быть достаточно светлым и вот он может быть ярким но он должен быть достаточно светлым для того чтобы он давал нам контраст на свободный край до типа литра вазарова shop все там так хорошо хорошо все вот уже видно что борт дает нам тень да я уже смотрела мука на следующий день прислали ссылку посмотрите по ссылкам отчет не пришло до или что девочки не пишите мне про мастер-класс здесь пожалуйста это некорректно пишите все в директ все кому надо написали в директ у кого были какие-то сложности с этим разбираю вот разбираю да делаю на один или два тона посветле ну как бы решаете уже там сами как по тональности сделать но должен быть достаточно видимой такой эффект и теперь так же вот с потерю очка мне здесь есть еще моя вот эта история да но девочки здесь также решаете какой формы все это будет я сейчас где моя ну куда кунаться то я же все время пока пили убираю в сторону чтобы ничего не запачкать вот этот вот каждый каждую линию френча каждую линию френча нужно по идее немножечко под пили вать вот но я не буду буду делать просто как есть просто хочу сейчас побольше вместить сюда но опять же смотрите какой момент очень важный если вы будете слишком мельчить но в плане вот эти вот полоски делать совсем узкие совсем-совсем узкие они к сожалению не будут давать той того эффекта той тени которую нам нужно то есть нам нужно какое-то пространство чтобы увидеть вот эту тень девчонки на коротких ногтях иногда как раз и делают именно эту ошибку то есть пытаются напихать всего и побольше вот и получается немножко ну как бы не тот результат да так мы не висим что у нас там висит вроде чем висит вытираю обязательно свой шпатель потому что грязный шпатель будет тянуть за собой материал и не даст нам работать следующий красин бортик вот он у меня уже будет посветлее не обязательно делать дальше точно такие же улыбки но если вы хотите сделать что-то симметричное давайте попробуем что-нибудь другое то есть эти вот я следующий слой сделала прям посветлее такой и тем временем я еще буду ну а буду брать и отсюда еще буду разбирать высветлять посильнее многие делают высветление ближе к линии улыбки а к свободному краю затемнение вот я против потому что у нас где темно там худеет а если у нас нужно уже не идет то есть у ногтевого ложа но здесь будет совсем светло а дальше темнее а вот то есть не будет контраста между ложем и свободным краем и будет тоже расширять одно дело когда мы все белое делаем это как бы все цельно смотрится на понимаете надеюсь о чем я говорю попробую потом сходкой чтобы эти тени были хорошо видны вот так и давайте какой-нибудь кусочек сюда кусочек с этой стороны один особо талантами делать супер взгляд суровый как по волшебцу пилка сразу параллельно я строгая учителька это правда даже не во взгляде суровом дело в том что я же не прошу делать то чему я не учу то есть я предварительно все рассказала надо 10 раз показала и только потом уже если ты совсем прям тупишь а некоторые не тупят а некоторых надо воспитывать в плане того что прям кровь из меня пьют некоторые товарищи каким образом они например не хотят даже там открыть тетрадь например то что мы пишем а пил они такие они тут я не открою тетрадь к вот это мне надо вот ну тогда приходится суровое лицо включать говоришь так ну вот здесь такие два кусочка сделала кто ленивая жопка тут они и получает вот и все просто у меня девчонки тоже вчера я разговаривал как это говорится без имен да очень часто на учебе происходит некоторое сопротивление все приходят такие с коронами на голове да и потом такие опа а тут надо делать как говорят а у меня же короны она как бы давит она мешает жить немножко она как бы не мешает жить но мешает учиться вот и первый раз когда девчонки иногда или там первые дни пытаются мне там свою корону в нос тыкнуть а вот как бы ну нет не прокатывает вообще и так мы уже осветлили еще раз то вот и вот это вот то есть ты кому делаешь хуже ну только себе ну окей хочешь делай ради бога через какое-то время них происходит осознание что блин не надо не надо так и тогда они приходят порой второй раз учиться осознанно спокойно всегда туда ходят потому что не хватает знаний или не хватает техники или не хватает там еще чего-то кто-то идет за подтверждением своих звездности да да еще и при крошке сеть на победу все начинает получаться да вот кровопийца тут одна присоединилась мне не жуткий показался я пошлячка хорошо сочи колоссал не закрывает на пока нет не знаю о чем вы там думаете какие у вас там мыслишки вот голубым чуть-чуть осветлила так сюда кусочек то есть вот эти вот истории с тема про симметрию они могут рождаться как из чего-то цельного так из каких-то вот кусочков тоже можно сюда какие-то элементы внутри укладывать можно пигменты добавлять но смысл в том что мы сейчас работаем каждый раз делаю осветляя для каждого элемента осветляя местечко то есть делаем место и осветляем его и каждый раз идем на осветление на осветление на осветление и сколько таких элементов будет я не знаю тысяч последний сделал просто а чары девчонки говорю о том что элементов может быть много но если вы очень сильно мельчите вас теневого вот этого вот эффекта может и не получится запили только то что мы приехала когда жиропа видимо дошла что велосипед не надо изобретать уже изобретено все давно ли она как бы вот ты шла получить этот изобретение велосипеда ты его пытался изобретать получила это дошло хорошо за кого-то доходит доходит не быстро но я сразу говорю о том что осознание еще будет приходить через какое-то время это это абсолютно абсолютно нормально я же не могу тебе взять и свои руки вставить то есть некоторые девочки они думают что если пришли отвалили мне кучу денег да и мои руки переселились к ним вот по мгновению просто волшебной палочки становилась мне не нравится на весь я видел такие варианты мне присылали девчонки сделать можно но мне не нравится юля госпитализирован уже с подтвержденным вирусом или нет а очень жаль что не можешь да очень жаль ну жаль как бы здесь не жаль я стараюсь изо всех сил понимаете но моих стараний то есть я на свои деньги как бы выкладываюсь по полной программе но в моих стараний бывает иногда недостаточно то есть ждите не просохла что-то то есть мои старания ну я их делаю по полной программе они просохла что-то у меня не то иногда сами девчонки да они готовы к уровню сложности но поэтому я перестала сейчас вести базовые курсы потому что я даю как бы вещи не просто там кутикулу помазать что-то там отрезать я даю такие фундаментальные знания вот народ зачастую не готов вытираемся давай не нагнетать панике все хорошо приходите еще разок девчонки никакие проблемы никаких проблем приходите курсы каждый раз каждый раз абсолютно обновляются что-то с ними улучшается как-то не апгрейдится то есть все все обновляется так все у меня еще 30 секунд просохла сейчас запилим давайте не будем эту тему муссировать я вас очень прошу у нас сегодня все вопросики направленные на красоту какие-то интересности сложности в моделировании да какие-то технические плюшки чтобы ее время отработать да вот с этой стороны вот отсюда падает тень сюда с этой стороны сюда вот хорошо видно сейчас то есть все вот эти вот моментики или мы можем закруглить эту тему пойти вот может быть там кому-нибудь из вас эфиры пообсуждать если вам мало тех обсуждений везде и так давайте посмотрим что у нас есть обращаю ваше внимание что высота бортиков она нужна да но выкладывать какие-то адские горы чтобы потом все это безумно безумно пилить да здесь можно конечно попилить только аппаратом ну что правда хорошо я корячусь что я корячусь ручками пельму сейчас аппаратом и хватит можно и лунной так за вашу начал я думаю что можно так с люмусом может быть это или же жужжит не буду особо пилить звук выключайте звук тогда на время пока я пилю сможете даже выйти из трансляции щенки когда это пишите вы должны четко понимать тут сидишь корячишься под камерой показываешь вам какие-то бесплатные вещи да за которые люди там берут огромная куча денег вас все время что-то не устраивает кому звук не такой кому картинка кому говорим там не так кому-то еще что-то слышите ну забрали если честно с такими моментами не хочу никого обидеть но если не нравится вы просто молча выходите из эфира и можете даже отписаться вот честно я же не прихожу на вашу страничку и говорю ой какая некрасивая там фотография с желтыми пальцами сосисками в растопырку не прихожу же не делаю так мало кому все понравится звук у меня вот тут сейчас сосед ниже этажу трелью сверлят ну что что теперь сделать вот что теперь пойти ему морду набить или подойти к ним сказать звук фу какой так отправляемся сейчас про сушку день прошел вас там писать на эти вот днице нормально да и там все но есть момент этики не нравится просто идешь дальше все день прошу то меня хвалить или еще что-то я просто пишу уложительно относиться моих видео друг другу ко мне и там к себе и все будет супер мы же просто общаемся делаем какие-то интересные вещи вот ведь она осветление у нас все идет это дело на разбиление так ну что наверно счет у меня последний тут такой остался товарищ можно сделать что-то темное не знаю тут как вариант что темное сделать нужно разделять яркими кусочками давайте-ка попробуем у меня есть неоновый зеленый неоновый вернее оранжевый есть зеленый каким каким будем делать показать показать это все ну чуть чуть не симметрично до накосячила но ничего страшного не лан чтобы вы технически понимали как делается мне нравится когда улыбка более темная зеленый ладно и так у меня есть зеленый вот не он возьмет этот сейчас и ну давайте что что-то пробовать интересное интересное и я думаю что его надо немножко немножко сделать таким может беленького пупеля ну знаете чтобы он был прям плотный вот покреативен что-нибудь такое интересное по поделаем я уверена что в данном случае не будет видно никаких теней но почему бы нам не сделать что-то такое вот я подчеркиваю бортик как обычно и растянул сюда на свободный край тоже сейчас будет такой эксперимент я его не делала именно вот в этом формате но зеленый он который в темноте смеет стена тесы который с люмусом да давайте нет блестях туда такую нет мы можем добавить вот пигмент как раз вот зелененький вот такой ну давайте будем будем экспериментировать девочки да я не могу сейчас вам скажем на грамм вау получится что ну вот так черный и будем делать такие вот дела смотрите я сейчас возьму и вот эту всю часть покрою черным но при этом борт не трогаю борт у меня остается зеленым сложнее такая до работа посмотрим что из этого выйдет вот эти борт остался зеленым отправляю на просушку еще сюда в липкость ватру зеленый козой вот этот пигмент люточка маркина делала красная карма круто не люто много таких уже попеределала это это факт зелененьким сейчас пигментом сейчас попробуем вот у вас как получается уже куча всяких идей до пошло тут у кошачий глаз можно использовать так на липкий слой все равно светло уложиться как ни крути может и прикольно кстати пусть пусть ложится так давайте оставим это вот в таком формате будем с вами сейчас экспериментировать и для этого много . тоже сделаем колбаску не очень большую вот очень большой потому что у нас тут один ноготь такой эти градиент какой-то у нас случился эксперимент чистой воды ну что интересно вот такая вот у меня сейчас линия получается это вот не неровная ну хорошо вот отправляем так ну вот а то не хотели это точно как под стеклом да не можно кошки использовать девчонки можно кошки конечно вот это понятное дело что здесь надо все экспериментировать просто смотря какой эффект нужно получить просто если про ну как бы просто наборный френч да то есть но это всегда делали в акриле вот стыковали кусочками получалось какая-то история теперь я не буду красить вот это все я буду красить только борт те поворачиваю крашу только бортик своего вот этого элемента даже немножко то что лишнее вытру особо нет на просто вот почетче сделать так то есть я хочу только подчеркнуть вот этим зеленым сам бортик это атлас по моему по палетка тоже девчонки говорит а чё с ними делать я их всюду замешивать я говорю не знаешь куда мешает базу топ получая какие-то интересные интересные вещи можно конечно брать и вмешивать непосредственно в тот же поле гель давайте чуть чуть тут какой-нибудь один смешаем кусочек вы получите просто какие-то вот мерцающие штучки да это все не фантазии это все знаете как техники которые умеешь с ними работать владеешь вот один и тот же материал превратился уже в какой-то другой материал ну пусть будет чем нет то просто таким материалом лучше делать какие-то ну не 3d шности здесь вот нам тоже по удалить кусочек и сюда все-таки потом про прозрачности налепить такой млечный путь у нас получается пигменты вообще они всю всюду подходят для любых целей хоть макияж с ними делайте понимаете будет все у нас угонь огнишка странно люди на мой взгляд не знаю что делать с этим нужно чем брать тогда собрали кто-то не брали мы эти у людей надо вопросов много ответов нету можно подчеркивать чёрным да наоборот но это уже совсем другая получится история мне хочется отделить вот а сюда опять вот этот елененький так как же без блестков это точно походу будем делать ну делайте девчонки делайте конечно время чуть занимает но это безумно красиво и такие вещи они конечно неповторимые в плане все будут смотреть за руки хватать хотя сейчас все по домам сидят как это самолюбование может происходить у нас такое типа мое моя прелесть я буду над ней чахнуть нет на самом деле сейчас время развивать свои техники навыки когда начнется такая опять волна я всегда говорю когда какие-то такие проблемы девочки все равно будут ходили и будут ходить на красоту и и единственное что если салона там закрываются всевозможным образом да кто работает на дому сейчас всегда считалось что это все такое ну ну такое не модно не престижно там работать на дому или там частная студия там туда-сюда вот но дело что это как раз в том что именно сейчас время кайфовать этим людям вот этот темный кусок не нравится все таки все таки хочу сюда светлого еще можно прорисовывать конечно но вот я так сделала вот и как раз девчонки даже у кого там всякие запреты они все равно выберутся из дома девочки такие а в потолок влипло в новой лампе уже вот влипло в потолок ну что делать все сейчас светленьким там кусочек сделаю и хватит даже вот так вот сделаю этот кусочек смешаю с зеленым прям цветом борта темные одно посветлее ну не всегда это будет тоже красиво но это будет другой эффект совсем когда борта темные мы же выкладных френчик всегда делаем борта темные девчонки всегда не зря же это делается так вообще я то так фанат выкладных френч всевозможных раз время для саморазвития да здрасьте это онлайн курс на тысячу рублей можете у меня пошепить ссылки посылки шапки профиля купить урок по коллекции ногтей так ну что мы сейчас попилимся вот этот кусочек привет я твоя фанатка новичка хорошо ваши цвета я люблю много каких цветов а девочки так ну это у нас экспериментальная такая история мы сейчас ее поанализируем обязательно да чтобы точно понимать что к чему конечно неудобно или сама насидячилась со мной строила но как девочки вот есть вещи которые знаете вот можно с помощью анализа других делать да можно самостоятельным опытом идти просто многие не хотят этого делать они не хотят и очень часто окей ты не хочешь я за тебя все сделаю но моя работа это будет что стоит денег вот например как я обучаю ставить формы так не обучает никто и вряд ли когда еще будет это делать знаете и вот вот и пока вы сами дойдете даже до восьмидесяти процентов а то и там тридцати всего этого дела куча людей уже там получится это делать ну и вопили и выкладки там и куча куча всего да поэтому я всегда говорю на фига на фига на фига ты будешь переживать тоже можешь зарабатывать на этом средства вот вот откуда я сама сорвание же сейчас у меня по моделировке вот по полигелию курсы в июне в москве набираются пятидневные курсы у меня будет и по полигелию и по вернее двухдневный по полигелию 1 5-дневный по гелию в екатеринбурге в мае пожалуйста ну там прям много курсов по моделирке маник крепление выкладной френч а вот что еще у нас там будет в москве в июне я в апреле буду в москве но немножко там уже мест нет так ну что мы сейчас по краям да и проанализируем нашу сону деятельность что мы тут с вами по натворя коля вот смотрим в глянцевом формате где с пигментом прикольно да вот смотрите опять же вот борт падает на светлая тень по моему со мной ну видите как вот вы сейчас видите вам это офиген офигенскую по мне не очень объясню почему мое мнение такое оно может не совпадать с вашим естественно вот когда на темном пигмент это красиво потому что он уже не такой-то и темный интернет на запросу дает ёлка в смысле какой ёлка это ира с ростова-на-дону который представитель танц легенд выпустил свой бренд это ее личный бренд вот и так вот так вот что мы с вами сейчас видим вот здесь вот светлый там был темный но все равно был светлый пигмент уходящий в темноту вот здесь уже смотрите давайте так как раз о чем я вам говорила в начале да смотрите вот здесь тень падает от этого борта вот сюда видите мы видим вот этот 3d эффект вот здесь где уже темнота пошла мы не видим этого эффекта просто есть контрасты все то есть нет вот этого вот 3d красивого эффекта да то что просто как эффект он симпатичный в плане градиента это прикольно дальше смотрим вот на зеленый яркий кован торр здесь зеленый яркий там здесь вот у нас уже добавлен пигмент в самом поле деле и получается просто наборный френч а вот здесь проб прозрачный поле гель вспоминайте девочки вот я вам про темное что говорила вы видите глубину здесь то есть вот что вот этот борт падает тенью вот сюда и этот борт падает сюда вы этого не видите мы наблюдаем это вот этот вот кусочек просто вот так вот если закрыть просто в плоскости то есть я могу так и нарисовать ну пишешь поисковики лера выходят картинки других фирм вот ну потому что это только развивающийся недавно выпущен второй бренд девчонки что вы хотите в перископе выкраска у меня есть на леру можете там смотреть так что я вам рекомендую все-таки если темный пигментировать ему подложку или делать вот сюда кошачий глаз и только тогда уже работать вот уже работать с 3d снасти на в поле гелия интересно когда мы вмешиваем давайте тут вместо есть еще когда мы с вами делаем именно white кусочек white вот когда мы делаем с вами такие вот вещи то есть вот я вмешаю сейчас зелененький могу его же вмешать в беленький другой у нас такой эффект получается да здесь могу еще вмешать капелюшку черненький хорошо только вымешать надо вот у меня тут раз два три 4 5 прозрачный начинаю набирать цвета по очереди с промежутком могу все вот я тут понабирала целую кучку и там френч у нас не френч не имеет значения эту капельку выложили и погнали ну вот что-то такое намутили можно прорисовать потом прозрачным тоже подзалить и получится он там во френче вот это очень прикольно смотрится можно смешивать дальше как раз как кто-то из девчонок здесь написал можно смешать с витражом витражек возьму маленькую капелюшку потому что очень комментированные витражи можно с гелем совместить скажем так да прикольно можно конечно теми еще про по прорисовывать теми же темными какими-то элементами мы уже так напоследок да какие-то штуки делаем давайте сработать гель лайки да гель краски белого нет ну значит черный будет так можно конечно желтый сады конечно девчонки но много чего можно господи я сейчас вам просто показываю как варианты мы же про 3d больше здесь говорим какой-то формат да у нас тут какой-то камушек такой если заливать все прозрачным материалом совсем прям прозрачным это будет тогда более как бы чисто более прозрачно да и очень интересно когда что-то идет на пропил в деле прикольно там и по мокрому можно ввести тонкие линии и все такое сейчас особо не видно вот так вот подсушим попилим капелю океан да конечно туда можно положить бульонки было бы да я сейчас просто вам показала ну на коленке что говорится как это можно сделать просто на все таки такой 3d был френч это что мы туда можем положить все 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 вот идеи записывайте обязательно идеи нужно записывать потому что если вы их не будете записывать то вы их забудете вот сейчас пелену для приличия для гладкости мы с вами сегодня изучили что в полигель можно колорировать гель пастами гель красками подкрашивать можно вмешивать можно прорисовывать нужно учитывать моменты 3d french в теневых вещах каких-то именно когда мы делаем 3d чтобы была видна вот это вот те что не нужно все-таки делать что лучше упростить так что попробуйте подумайте немножко над всеми этими моментами и если будете пробовать обязательно можете в stories или мне в постах будете делать мк азарова или меня отмечайте я тогда увижу и если нормально все сходка на более-менее читаемо я могу еще делать репосты к себе stories я думаю что вы многие это видели это раз если вы пишете какие-то отзывы я тоже их стараюсь сохранять к себе у меня есть может быть вы видели у меня вечных stories есть такая папка их уже две потому что много 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 копится до называются отзывы ну то есть там и про живые курсы и про вайны уроки там все такое ну как бы вот такая вот у нас история получилась там да ну хотя я там не делал какой-то очень красивый скажем так прорисовки ну именно там где-то где-то внутри всегда можно что-то еще сделать сверху и по топу как-то что-то добавить уплотнить усложнить доработать ну я фанат доработки в отличие от юлия всегда в плане техники а я потом не могу прям успокоиться если я не доработаю какую-то историю прям у меня все мне аж прям плохо становится мне хочется делать прорисовки тонкими там толстыми линиями какие-то делать тенежки я не могу бросить линию какую-то такую на произвол судьбы ну и все такое но не буду я уже это делать сейчас покроем все надеюсь что вы поняли мой посыл здесь потому что потому что да вы можете там как раз и бульонки как мы вот здесь вот делали и не 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 красить их да то есть золотисто потому что например от бульонки есть там от размера маленького до какого-то большого жемчужинки хит сухоцетики блестки и шипы всякие разные красивые да я могу я знаю что ты можешь по краю сетином мы как раз увидим да то что у нас как и в глянце и мате может смотреться это вот все все где-то там все где-то в 3d-шной глубине короче девчонки можно играться делать интересные вещи если с витражами кстати они кутикуле дают очень плавный переход и при отрастании незаметно надо вместе с юлей фиро вести будет бомба ну здрасте ну здрасте приехали а это кисточка такая из какого-то набора до рублевского акварельного короче это было так не в тему наша вся тема тема не в тему да я надеюсь вы все поняли сейчас покажу вам как это все в матовом и вот все что мы с вами сегодня успели наделать таких вот кучу кучу всяких красивых штук вот да темное тут что-то такое короче недоработано по мне дизайн я бы работала вот вот что у нас получилось всякие 3d-шки не знаю видно там этот 3d-шный эффект али нет сейчас тоже же будет заканчивается эфир и надеюсь там тоже сохранится спасибо вам большое за то что пробыли со мной столько времени надеюсь что-то интересненько для себя почерпнули будете делать обязательно отмечайте меня вот так вот нам 3d-шность будет хорошо видно из-за света лампы для вас по крайней мере вот вот здесь перевернутом виде я сейчас фотографирую выложу это все дело в stories и можете смотреть постараюсь сохранить и залить на youtube чтобы этот урок сохранился но кто у нас так присоединился обязательно сходите потом посмотрите в самое начало возможно в этом тоже что-то нового для себя почерпнете спасибо вам большое очень вас люблю и за 7 пока пока если положим курсом вас что-то интересует пишите пожалуйста мне в директ смотрите stories там я выкладываю информацию сегодня про ростов еще выложила на октябрь и урок по коррекции у меня по ссылке в шапке профиля можете проходить сейчас как раз этот урок всем пока пока